Уважаемые коллеги, добрый день. Позвольте представить вам клинический случай локализованного рака желудка Т2Н0Н0. Пациент 44 лет обратился к нам в центр с жалобами на беспокойщую течение двух месяцев боли в области желудка, похудания, отсутствия аппетита. Из-за нам из-за известно, что он наблюдается в течение двух месяцев в частной клинике по месту жительства, где была диагностирована хеликобактероассоциированное заболевание эрозивный гастрит и назначена эрадикационная терапия с применением антибиотиков, которая в течение трех недель не оказала никакого клинически значимого эффекта для этого больного. И в ходе очередного обследования было обнаружено образование желудка, и пациент с этим диагнозом направлен в онкоцентр к нам на консультацию о определении дальнейшей тактики лечения. При обращении в центр пациенту был составлен план обследования, что мы планируем ему обязательно провести. Это обязательно англостроскопия с верификацией повторной процесса НДУЗИ. На дальнейшие перспективы мы рутинно на догоспитальном этапе определяем фенотип опухоли, эфиры-2 статус, экспрессию статуса МСА, экспрессию белка ПДЛ-1. Я не буду подробно останавливаться на иммунотерапии, она вчера была освещена, и Екатерина Олеговна тоже. Также пациенту планировалось выполнение АКТ-3-лозон, и в случае отсутствия генерализации процесса показано обязательно выполнение диагностической лапароскопии для оценки состояния брюшина. На гастроскопии у пациента в ходе дообследования был верифицирован перстно-иноклеточный рак желудка диффузного типа Палаурен с заинтересованностью тела желудка, включая мышечный слой. И при компьютерной томографии, треозон и диагностической лапароскопии признаков отдаленного метастазирования выявлено не было, на лапароскопии взяты смывы, и стологические тоже не подтверждены, стологические смывы были отрицательны у него. Выставлена таким образом стадия Т2Н0Н0, и что мы имеем в перспективе у такого пациента, что мы можем ему предложить. Но тут есть несколько опций, на самом деле, единой тактики лечения в мире как таковой не существует. В различных континентах она своеобразная, своя, индивидуальная. Вот если рассматривать, допустим, рекомендации НССМ, мы знаем, что для этих пациентов, для этой категории больных показано хирургическое лечение с оговоркой, что при пересмотре патоморфологического материала после операции, при рестадировании процесса в худшую сторону и при наличии прогностически неблагоприятных признаков у пациента назначается химия-лучевая терапия. Это исследование Макдональда, которое нам демонстрирует. Вот я хочу показать основные аспекты, по которым была определена такая стратегия в различных странах. Вот в Америке это на основании исследования Макдональда, в котором химия-лучевая терапия оказала значимый выигрыш в сравнении не только с хирургическим лечением, именно у этой категории больных. Через 10 лет наблюдения подтвердилось, такие же результаты получены. И на сегодняшний день в случае поражения желудка Т2Н0Н0, при наличии неблагоприятных прогностических признаков, как в ситуации с нашим пациентом стандартом, является назначение в послеоперационном этапе химия-лучевой терапии. Что касается европейской популяции больных, то здесь все-таки неоднозначная такая стратегия определена, но все-таки склоняются доктора, ученые к назначению переоперационной химиотерапии. Объясню, почему. Во-первых, исследование FLOT было продемонстрировано в 2019 году в отношении лучшей безрецидивной общей выживаемости в качестве переоперационного лечения в сравнении со стандартом ECF-U-MAGIC. И в том же году состоялся съезд экспертов и ОРТС для определения оптимальной стратегии у больных с локализованным раком желудка. И, конечно, наибольшее количество вопросов и дискуссий было относительно стадии Т2-Н0-Н0. Но более половины экспертов склонились к тому, что этим пациентам необходимо назначение переоперационного лечения, что, в общем-то, наверное, можно понять относительно того, что все-таки мы назначаем, мы стадируем процесс с учетом погрешности и истинную распространенность процесса определить не можем до операции. Поэтому целесообразное назначение переоперационной терапии – это вот как одна из опций, что мы можем назначить этому больному. И, к слову, сказать о азиатской популяции, здесь применение нашла диванная химиотерапия. Мы знаем, что эта категория пациентов немного отличается от другой биологии опухоли. И исторически сложилось, что диванная химиотерапия у них оказалась наиболее эффективной, нежели переоперационная. Так, с препаратами С1 и вот как в исследовании классик Селакс, что мы можем, собственно, применяем в нашей рутинной клинической практике и тоже назначаем в адюванте пациентов этот режим. Таким образом, перед нами был выбор, что же лучше назначить этому больному. Мы повторно собрали мультидисциплинарный консилиум, так как определение тактики, стратегии лечения должна определять именно команда врачей и ученых. И с участием и патоморфологов, и радиологов были повторно пересмотрены рентгенологические снимки этого больного. И с учетом прогностически неблагоприятного подтипа опухоли и молодого возраста пациента, все-таки на первом этапе мы выбрали радикальную операцию гастротомей с лимфодисекцией D2 с последующим назначением в адюванте флор, как наиболее агрессивный режим для этих пациентов. По результатам патологического исследования послеоперационного материала, стадия процесса осталась той же, Т2Н0Н0. И согласно ранее намеченному плану, мы пациенту провели полный запланированный объем химиотерапии в режиме флот без какой-то клинически значимой токсичности, правда, на фоне поддержки экологии стимулирующих факторов, но, тем не менее, ни редукции дозы это не потребовало, ни от срочки лечения. И что из позитивного можно отметить на сегодняшний день, спустя полтора года от окончания химиотерапии пациент продолжает наблюдаться без признаков прогрессирования заболевания и приходит каждые три месяца на обследование в нашем пациентре. Спасибо. 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 Спасибо.